Одним из главных сокровищ выставки в Патриаршем дворце, наряду с произведениями ювелирного искусства, скульптуры, мелкой пластики, являются уникальные иллюминированные манускрипты. Бурное развитие книжного дела во Франции во многом стало возможным благодаря покровительству королевской семьи. Людовику IX, получившему блестящее образование, трепетное отношение к книге было привито в детстве. Его дед Филипп Август и мать Бланка Кастильской были ценителями книги и обладателями прекрасных экземпляров псалтири. Начало правления Людовика совпало с превращением Парижа в новый центр книжного дела. Знаменитый французский историк-медиевист Жак Легов писал, «Людовик святой станет королем, при котором сооружение соборов приобретет невиданный размах. Он станет и королем рукописей, прекрасно иллюминированных в парижских мастерских». Сопоставляя такие, казалось бы, разные сферы, как книжное искусство и архитектура, Легов лишь повторяет мысль современника, биографа и ближайшего соратника Людовика святого, Жана де Жуанвилля, который писал, что король украшает свою страну церквями, подобно песцу, который, закончив книгу, расцвечивает ее золотом и лазурью. Более того, мы можем говорить о взаимовлиянии книжного искусства и архитектуры. В XIII веке композиции книжных миниатюр нередко воспроизводились в росписях и витражах соборов, в том числе Сан-Шапель, и наоборот, элементы готической архитектуры использовались в оформлении книжных миниатюр. Именно этот прием, создание рамок из готических архитектурных форм для иллюстрации, был использован в декорировании великолепного манускрипта, выполненного по заказу кардинала Шарля де Бурбона во второй половине XV века, «Житие и деяния монсеньора святого Людовика». Книга раскрыта на странице с миниатюрой, иллюстрирующей историю обретения Людовиком IX терного венца спасителя и принесения его во Францию. Это ключевой сюжет в жизни монарха. Художественное оформление рукописи выполнено миниатюристом, имя которого не дошло до наших дней. Однако именно благодаря этому заказу он известен как мастер кардинала Бурбона. Миниатюры рукописи, наряду с несомненным влиянием фламандской школы живописи, которой, очевидно, принадлежал мастер, с ее вниманием к деталям и стремлением к предельной натурализации, обнаруживают хорошо узнаваемый авторский стиль мастера. Он связан прежде всего с использованием готических архитектурных форм в оформлении книжных иллюстраций. Всевозможные декоративные элементы, бордюры, колонны, статуи, с одной стороны отделяют миниатюры друг от друга, а с другой стороны как бы становятся частью изображаемых композиций. Роскошное оформление рукописи говорит о том, что это был весьма дорогой заказ. Бурбоны были потомками Людовика Святого, поэтому политические амбиции именитого заказчика, кардинала Бурбона, который стремился напомнить об этом, здесь, несомненно, присутствуют. Текст манускрипта, написанный анонимным автором, достаточно типичное и распространенное в то время повествование о жизни Людовика IX и его посмертных чудесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова